Здравствуйте! Я верю, что все случайности не случайны и надеюсь встретить свою любовь на этой программе. Об этом мне помогут мои подруги Лариса и Ирина. Проходите. Дарья, 26 лет. 6 лет мечтала выйти замуж за любимого человека и во всем под него подстраивалась. Но возлюбленная считала, что она недостойна громкого звания жены и постоянно ее воспитывала. Дарья работала менеджером по продажам, сейчас живет на сбережении. Читает фэнтези, увлекается фэн-шуем и ходит на рыбалку. Признается, что стесняется своих брекетов. Предупреждает, что постоянно совершенствуется и обещает увеличить грудь для своего мужа. Дарья никогда не полюбит заноду без чувства юмора. Отдаст свое сердце целеустремленному мужчине с личным автомобилем и широкой душой. Здравствуйте! Я хотела бы подарить вам эти прекрасные цветы. Розовые, каждый из них символизирует определенные слова. Розовые – это нежность, это вам. Спасибо. Белые – это, конечно же, уважение. Это вам. И красные, конечно же, любовь. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. По поводу стремления к совершенству. Брекеты – это первый шаг, я так понимаю. Наташка, целоваться с брекетами как вообще? Да никак. А привыкаешь, говорят. Да? Я не знаю, я не целовалась. Я думаю, это будет проблема. Брекеты уже побочные, так скажем. Ну, я не знаю, мне кажется, все в совокупности меняется. Ну, вы знаете, да, что нет предела совершенству? Совершенству, конечно. То есть следующий этап у нас – наращивание груди будет, да? Я бы не сказала, что это прям следующий этап. Почему? Потому что считаю, что сначала должны быть дети. Вот. И этот этап, он возможен при желании мужа, да? Но не обязательно. А что для себя? Абсолютно. Ну, для себя тоже можно. Это не обязательно. А вы знаете, как избавить мужчину от вот этих мыслей? Увеличить вам грудь или нет? Заставить его постоянно подпиливать свои рожки. У вас утра встал и так раз отпилил немножко рога. Понимаете, они тогда быстро приходят в себя, и у них не возникает желания толкать женщину на операционный стол и издеваться над своим здоровьем. Может быть. Да. Кто же у вас, милая, в такие комплексы вогнал? Ну, я бы не сказала, что это комплексы. Это, наверное, желание угодить человеку, которого ты любишь. У меня вот сторонник естественной красоты. Я тоже сторонник естественной красоты, да? То есть я вот не люблю эти накаченные губы, силиконовую грудь. Зачем? И вот вы встретили своего тирана, негодника, плохого человека. Ну, я бы так не сказала. Я к этому человеку очень хорошо отношусь, и я считаю, что он не очень многое дал. Он реально над вами издевался? Ну, давайте перечислите, что он вам дал. Ну, я многое изменила в себе за это время. Что, давайте перечислим. Какой вы были до и какой стали после? Мне кажется, стал более серьезной во всех отношениях. И усовершенствовала свои навыки приготовления пищи той же, общения с людьми, коммуникации с людьми. Я считаю, что это его заслуга. То есть он вас подобрал... Босил укурить. Да, босую, хромую, без волос, с кривыми зубами, без груды, да? И только благодаря ему вы вот превратились в такую уверенную, себе симпатичную девушку. Я бы сказала, что без собственного желания в любом случае этого бы не произошло. Меня смущает вот худоба и то, что она не работает. Ну, как так? На сбережение. Это сколько нужно? Сбережение имеет свойство исчезать. Скажите, как мужчина, который любит женщину, может ей, в принципе, делать замечания, в принципе, быть чем-то недовольным, и говорить ей в глаза, ты недостойна звания быть женой? Вот это, мне кажется, прямо последние слова, когда, после чего захлопывается дверь, и больше к этому человеку просто уже человек не возвращается. Нет, почему? Можно попробовать поработать над собой. Она все время зато менялась. Не просто слушала, что не так, а пыталась развиваться, пыталась меняться. Это очень похвально, на самом деле. Ну, я сейчас не говорю о гордости, о всякие другие чувства, но самолюбие, например. Не знаю, я думала только о том, что я люблю этого человека, хочу быть с ним. А за что вы его любили? Ну, мне казалось, что он будет достаточно достойным, так скажем, мужчиной, да, по жизни. Ну, в чем его достойность? Посмотрите, он был жадный. Очень умный человек. Он был жадный. Хороший, добрый. Зачем вы сейчас это говорите? В надежде, что он вас увидит, и уже даже после того, как он живет с другой женщиной, скажет, все-таки Дашка была хорошим, милым человеком, дай-ка я позвоню ей сейчас. Нет, я действительно так считаю. Нет, 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 абсолютно нет. Я не жду, что он будет звонить, и мне это не нужно. Ну, давайте тогда, смотрите. Смотрите, он вас упрекал во всем, даже в том, что вы как-то себе вдруг посмели на собственные деньги купить нижнее белье. Опа. Ну, на самом деле... И решил, что оно слишком дорого стоит. Сколько же оно стоило? Ой, ну, честно говоря, я уже не помню, но на самом деле это такая история... В пределах полутора тысяч. Ну, в рублей. В рублей. Будем говорить так, что это было начало сожительства, да, нашего, и мы оба мало зарабатывали, мы снимали квартиру к тому же. Тем более, он должен был сказать, ну, хорошо, зато я не съем на завтрак колбасу докторскую синишнюю. Ну, я могу, да, честно признаться, что я не могу сказать, что я там очень экономный человек, да, и на тот момент мне было 20 лет, возможно, какая-то расточительность наблюдалась. Полторы тысячи могли на себя потратить. Я тогда скажу, сколько я последний раз купил своей подруге этот... Она говорит, это стоит 25 тысяч. Я говорю, детка, может, подешевле что-нибудь все-таки? Это зарплата у нас в регионах. Нет, ну, понимаешь, они же такие вот такие, так что тысячи двести, я думаю, нормально. А после этого вы вообще решили жить... Для меня это было... Каждые, да, на свои деньги, то есть в складчину. Ну... То есть вы ему служили, пытались угодить, гладили, стирали, убирали. И еще и на свои денежки. Да нет, ты... Даша, вот послушайте меня, вот пока вы будете да неткать и говорить, какой он был распрекрасный, следующий ваш мужчина будет точной копией вашего бывшего, а то и хуже. Потому что мужчина к таким женщинам нетребовательным, для которых все хорошо, не покупать белье, служить ему верой и правдой, подстраиваться под него, менять свою внешность в зависимости от его настроения, ну и так далее. Грустно звучит. Да, грустно звучит. И ради него получается, что она поставила брекеты, но брекеты это не дешевое удовольствие. Она готова покупать нижний белье за 100 рублей ради любимого, по-моему классно. Нет, подожди, подожди, тысяча... Брекеты стоят не тысяча двести, а не тысяча двести. Да ладно, сколько они стоят? Брекеты? Хорошие? Ну хорошие. До двухсот тысяч за три года? Брекеты двести тысяч? Да, чтобы ты знал. Конечно. Чему вы у нее научились? Девушка в комплексах сидит, в чем душа держится? В чему? Пока вы не скажете, да, это была моя ошибка молодости, я никогда в жизни больше ни одному мужчине не позволю так к себе относиться. Я хороший человек. Я такая, какой меня создал Бог. А то, что мне кажется подкорректировать, я и без него это знаю. Наверное, да. Даш, поэтому начинаем практически сначала. Да. Да? Согласна. И сколько вы с ним вот так маялись? Шесть лет ровно. Шесть лет ровно. Разговора о том, чтобы сделать вам предложение и узаконить ваши отношения, речи быть не могло, потому что вы были недостойны. Мало того, вы в это верили, вы прям были в этом убеждены, что вы его недостойны. Да. Кроме вот вышеперечисленных, то, что он был жадный, то, что он был тираном, что еще изменил вам? Ну, не тиран, но очень громко. Нет, нет, вот в этом плане мы были верны друг другу, и в этом плане он мне очень как бы нравился, в том, что я спокойно ему доверяла. А опишите его, какая у него была внешность, например? Ну, высокий мужчина. Кубики. С плотным телосложением. Ну, нет, без кубиков. Сначала она недовольна собой. А потом уже он. А потом уже она находит себе такого мужа, который будет ее преследовать и говорить ей то, что она нехорошая. Настолько очевидно, что Дарья жертва, что даже не нужно быть великим психологом или всесоюзной. Ну, шахты, если она хорошая. Нет, я бы просекла это все. Да? Ну, на самом деле, по мне сразу ясно, что я не меркантильный человек, хотя абсолютно нет. А может, он богатый был? Что тогда терпеть-то? Нет, когда вы расстались и ушли от него, что даже вместе нажитое вы оставили ему? Ну, конечно. Не знаю, мне может это... Ну, хотя мои подруги многие говорили, что там... Дура. Да. Подруги говорили, ну ты дура. А мне очень нравятся девушки, которые выглядят как влюбленные дуры. Мне просто не надо, вот. Я не могу, я не могу забирать из какой-то квартиры. Без него это потеряло смысл, я так понимаю. А что такое нажитое? Сидит у нас безработная тут, понимаешь, в сказке рассказывает. Живет он на каком-то нажитое-то вообще. А работа хорошая была у вас? Работа была отличная, я зарабатываю очень хорошо всегда. А что ушли? Ну, мне захотелось изменить все в своей жизни и то, что сейчас говорит Лариса, в принципе, я абсолютно так же как-то считаю, да, внутри себя и пытаюсь сейчас к этому прийти, да. То есть уже... Ну, гордыня не дает, не гордость, а гордыня. Гордыня, поэтому и выжидали эти все встречи. Не верю, Лариса, что без денег уйдет, и что там нажитка была? Он ушел к другой женщине? Нет, нет, абсолютно нет. Ну, как, что стало последней решающей, так сказать, причиной? Ну, опять начались какие-то упреки в мой адрес, там не это, не то. Что конкретно? Ему звонили по работе вечером, в 10 часов вечера. Его руководительница, его начальница. Да. Вот, и после того, как он положил трубку, я сказала, что я тоже живу вот в этом доме, и я не хочу, чтобы вы разговаривали по вечерам, да, и почему вообще так происходит, почему ты не можешь это изменить? Ну, на что он очень сильно, много накричал на меня. Конечно, потому что он вас не уважал. И сказал, давай расстанемся. Когда хочу, тогда и буду разговаривать. Потому что он не боялся вас потерять, потому что мужчина, который боится потерять женщину, ох, как он многое себе не позволяет, ох, как он себя во многом сдерживает. И он считается с мнением, со здоровьем своей женщины, с ее нервами, с ее настроением. А вы на его территории-то жили? Да, жили у его квартиры. А ты думаешь, она была способна сама принять решение об окончании отношения? С ее нервами, с ее настроением. Не факт. Не факт. Он мог, да, позволить ей уйти. Ну, мы не будем говорить сейчас о физиологии, о том, наращивать вам грудь или не наращивать. Вы будете будущего мужа, это ваше дело личное. А вот уже наученная вот такой несчастливой молодостью, проживанием с не очень хорошим человеком, каких ошибок не повторите в новых отношениях? Я думаю, что однозначно, наверное, не потерплю какого-то недовольства собой, однозначно. То есть я готова идти на компромиссы, но они должны быть какого-то здравого смысла, да, не просто вот в одни ворота ты не такая, да. Есть какие-то минусы, над которыми я готова там работать? Нет, ну работать надо, в любом случае, тут 26 лет, здоровая баба, красивая, умная, иди, танцуй, гоу, иди, работай там в какую-нибудь компанию, там, секретарши. Ну, что сидеть-то вот дома на сбережения какие-то старые? И вообще, кстати, какие могут быть сбережения от работным менеджерам, я буду понимать. Хочется человека, который любил бы меня такой, какая я есть, со всей моей активностью, жизнерадостностью, энергии, то есть, который бы меня поддержал, наверное, которого я бы поддержала, любила всецело. Верю. Прекрасно. Роза? Чу, Роза, Роза, деточка моя, значит, вы раскрываете ей секрет, поверь мне. Да. Значит, обольстить мужчину проще простого, обольщаем телом, удерживаем мозгами, понимаешь? Поэтому, конечно, ну, не хотелось бы тебя обижать, дядечка, конечно, я бы тебя откормила бы, а то освенцем прям какой-то, знаешь, у нас мужчины на кости не бросаются, надо жирку немножко подварить, послушай, я женщина, бодрость, как мать тебе говорю, в общем-то, а все остальное нормально, меня будешь слушать, все хорошо будет. Хорошо. Готовить умею сама себя, откормлюсь. Я вот-то выдерживала уже, господи. Большинство моих девушек похожи были на эту девушку. Да? Внешне, ну, высокие, худощавые, темные волосы, это как бы вот... Твой конек. Что сейчас? Скорее всего, не конек, а кобылка. Любой человек достоин уважения. И если вы не пришлись к одному двору, поверьте мне, обязательно найдется мужчина, который вас полюбит, такой, какая вы есть. Я очень надеюсь. К сожалению, поведение того самого вашего тирана, оно заслуживает еще и немного жалости, но и очень много порицания, конечно. Жалости, потому что это, увы, у нас в стране сложившаяся культура. Считается, что ругать человека, критиковать, уже ты как бы работаешь над отношениями, есть такой стереотип. Ну, вроде ты высказал свое недовольство, а то, что партнер с этим недовольством как-то живет и что-то пытается делать, мучится, уже волнует в меньшей степени. Поэтому я, наверное, всем желаю мужчинам и женщинам меньше придираться и больше проявлять уважение и такты, и подумать, что ты можешь делать для семьи, а не наоборот. Все у вас будет хорошо, мужчина вам нужен домашний. И я очень хочу верить, что во вторых отношениях ваша легкость человеческая обратится не в то, что вы будете, как в прошлых отношениях, просто закрывать глаза на какие-то огрехи партнера, а легкость будет в другом, что вы будете уметь закрыть глаза на его недостатки, также принимать его, то есть учтете просто все эти уроки еще раз, но по-другому. Я думаю, я справлюсь. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание, не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Дарья. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Самир. Очень приятно, Даша. Я бы хотел получше тебя узнать и посмотреть, как дальше пойдет. Спасибо. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот приятный мужчина. Самир, но он... Кто? Самец? Самир. А, Самир. Давайте посмотрим. Самир. 40 лет. Психолог-консультант. Не мыслит себя без охоты и рыбалки. Катается на сноуборде, мечтает о загородном доме, гордится тем, что хорошо готовит. Предупреждает, что очень требователен и любит побугнеть. Самир развелся с женой после 18 лет брака, потому что полюбил другую женщину. Женился на новой пассе и когда-то забеременела, но вскоре узнал, что не является отцом ребенка. Надеется, что Дарья окажется его сужен. Самир – мусульманское имя. Чьих будете? Бабушка была из Сирии, дедушка был в Шамахе, папа родился у меня в Азербайджане, в Баку, а с мамой они познакомились в Москве. А что, хорошее это? А где мы жили, получали образование, учились? Я родился в Москве. А, ну это я вот по поводу ментальности. Да. И здесь образование получалось. А мне он нравится. Мне тоже нравится. Он, значит, от него пахнет такой надежностью, все-таки 40-летний мужчина, уже состоявшийся. Вы прожили в браке с женой 18 лет. Угу. У вас были дети в этом браке? Да, у меня есть старшая дочь, ей 14 лет, красавица доченька. Хорошо, а любовь накрыла где вас? С барышней, которая моложе на 10 лет. Накрыла. В тренажерном зале. Да, при спорте. Вот прямо так влюбились, что не смогли жить в такой неправде и открылись жене? Ну, вообще, да, не очень было удобно. То есть вы жене сказали, я полюбил другую? У нас был с ней разговор на эту тему. Она не говорила вам, ну, Самир, перебесись, я все понимаю, кризис среднего возраста. Я буду тебя ждать. У нас все-таки ребенок. Ну, она очень мудрая женщина. Кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста. Разнообразия захотелось. Ну, уходи налево, тебя кто запрещает, только не афишируй. Ну, конечно, были переживания, да. Отпустила вас? Ну, с каким-то временем мы все это осознали и разошлись спокойно. Через какое-то время она вышла замуж. Вы считаете, что ваша молодая, беременная, да? Да. Беременела она неспокойно. А как-то выматывая вам нервы. Залихватки. Почему-то. Год за два. Да. А что ее не устраивало? Ой, да я даже не знаю, как можно сказать, что не устраивало. Ну, например, то, что к вам приходила ваша дочка родная, и после каждого визита дочери там... С дочерью, да, как-то не очень красиво получалось. Дочка уже взрослая, и она вполне все понимает и видит, как взрослый человек. Порой, может быть, и не создает внимания такого, но при этом все понимает. Она вас соревновала к бывшей, к жене, к дочери, устраивала эсерики, скандалы. Ко всем. И вот ваша возлюбленная благополучно рожает ребенка. Вы думаете, наверное, что-то изменится? Вот уже ребенок есть. Ну, вообще, да. Вдруг она вам заявляет, это вообще ребенок-то не твой. А что ее сподвигло вот на такое? Чем вы ее так достали? Или она сама себя достала? Я не знаю. Бывало так неоднократно, я как-то мимо ушей все это пропускал. Не обращал внимания. А зачем? Может быть, она нервничает, потому что она манипулирует. А зачем? Нифига себе манипуляция. Это когда обманываешь и говоришь, что это твой ребенок. Это манипуляция. А когда ты мужчине, который тебя любит, говоришь, это не твой ребенок. А чего хотела добиться-то она? Я не знаю. Может, она вам за что-то мстила? Может быть, мстила. За что, как думаете? Может быть, за любовь, за то, что давал, за то, что все делал. Я не знаю, почему это происходило. Сейчас в каких вы с ней отношения? Ни в каких. Какой-то, знаешь, такой медленный-медленный такой, знаешь, сангвиник такой. Не харизматичный. Под затухший сангвиник. Материальный доход-то это что есть у нас? Есть. Квартиры есть, да? Есть. А я слышала, что у вас еще две машины есть. Есть. Что такого бизнес-класса? Нормального класса. Или эконом? Хорошего. Что он нормального? Немецкого качества. Что ж я тебя прямо все жилы-то тяну? Прямо сложно сказать, что ли? Зачем? Сейчас я быстренько вон в красавицу. Я из-за этого его выберу потом. Как вот этого Дарья станет счастливей? Две у нее, три. Дарья не станет. А Дарья выполняет, а у нее тоже. Дарья не станет, потому что Дарья глупая молодая женщина. Намыклась бедная. Которая абсолютно все равно. Потому что Дарья есть тех женщин, которые закрывают глаза во время конфетно-букетного, а уже во время проживания она просто не просто закрывает глаза, а зажмуривает их. Чтобы ничего не видеть. Она живет в своем собственном мире в своих иллюзиях и рада обманываться. Лариса, потому что рядом не было советчиков хороших. Не волнуйся, брачный контракт. Я тебе расскажу, что делать, собственно говоря. Слушаюсь. Ну как можно жениться или выходить замуж под контракт? За какие-то денег? Ради чего? А то гарантия будет. На будущем. Какая гарантия? А мы, кстати, москвички, нет? Химчанки. Почти. А ну это Москва. Мы москвички. Да. А у нас это сейчас как орден. Понимаете? А вы? Я? Что значит, в москвичке или нет? В Москве родился. Ну вот. Живу в Москве. Очень хорошо. Ну коренная москвич. Престижно. Ну да, куда нам до вас. Мы же колхоз. Проходите. Покажите торпися. Как честно. Дарья. Этот торт мы сегодня вдвоем пекли с другом. Какий мац. Очень вкусняшка получилась, я так думаю. Сейчас я постараюсь сделать это аккуратно. Дайте попробовать. Пошли, Николай, в пёк. Мы накроем столик на двоих. Тя-ря-ря-ря-ря. Очень вкусно, очень вкусно. Нежный крем. Замечательный. С любовью готовилась. Самирочка, корми, корми её. Сладеньким как раз хорошо надо, в кровь пойдёт. Молодец, Самир. Действительно, очень вкусный. Спасибо. Спасибо. Действительно, проходите в свою комнату, ребят. Аплодисменты. Аплодисменты. Хорошо накушает, да? Да, аппетит хороший. А не похож на вашего бывшего? Ну, есть некоторые схожие моменты. Наверное, он очень достаточно спокойный человек. Хотя, может быть, он на передаче просто ведёт себя так достаточно закрытым. Я бы сказала, что он очень требовательный, любит побубнить. Этим похож. Как психолог, да? Вы хотите об этом поговорить? Не пугает? Немножко. Ты же не используешь в жизни психологию. Так, сапожный высоко. Книжки? Ну, на своей семье нельзя использовать. Это принцип. Есть работа, а есть семья. У меня двоякое какое-то отношение, впечатление сложилось. С одной стороны, Самир произвёл хорошее впечатление, он понравился. Но, с другой стороны, вот это его какая-то загадочность в отношениях, о том, как он говорил о своих бывших жёнах, что он не понимает причин, по которым они разошлись. Нет, почему? С первой прожил благополучно 15 лет, пока не влюбился в сумасшедшее тело. Нет, ну... Вот и всё. Потому что то, что там были проблемы с головой у девушки, это же очевидно, ну, по факту. Но влюбился, а слеп? Ну, всё равно как-то он что-то, мне кажется, скрывал. И не такой он... Ну, какая-то закрытость в нём. Мне это не понравилось. Как вам? Ну, я бы сказала, нужно подумать. Нужно подумать. Человек, в принципе, не может раскрыться за 10 минут. Я это прекрасно понимаю. И в целом... Ну, вам бы хотелось разгадать. Ведь некоторые люди приходят полторы минуты, и уже хочется спать, закрыть глаза, и ждёшь, когда он идёт. А другого хочется разгадать, хочется встретиться ещё раз. Вот вам бы с Амиром хотелось ещё раз встретиться? Ну, если говорить честно, да, то мне достаточно сложно после таких тяжёлых, так скажем, для меня отношений, да, которые я переживала, вступать в вот эти разгадывания сейчас, в данный момент жизни. Леточка, не разгадывай, ты про физиологию скажи. Ну, типа, турка это, ёка это, крыша едет, волну поймала. Зачем же крыша едет? Рус, мы здесь сидим за тем, чтобы крыша не ехала. Да, крыши я слежу, а ей вон за физиологию надо. Чё ж нам намыкалась девчонка-то? Пусть хоть это... Она уже на поводу своей физиологии 6 лет тащилась. Ну, если там была физиология, бы то... Зачем же ей второй раз? Сейчас уже мне хочется, чтобы она разум подключала, Дарья. Я думаю, эти самые вторые грабли, которые вас добьют. Не ваш человек, просто крупными буквами написано. Не ваш. Неправда, мне очень понравился. И мне понравился Самир, и мне понравился Самир. Но Самир по зубам взрослой, опытной, искушённой женщине. Вам, Даша, он не по зубам. Давай честно, по поводу зубов. Это временно. Временно. На это вообще внимания не надо обращать, потому что брекеты стоят, зубы поправятся. Долливудская улыбка. Да. Это ерунда. Главное, что сейчас обстроили все, чтобы это не влияло на твой выбор. Да нет, на мой выбор повлиять сложно. Ну, честно, мне понравилось. Да? Да. Самиру нужна женщина не просто искушённая, а именно искусительница, намеренная искусительница. Он уже один раз в зрелом возрасте этой отравы попробовал, и не получил её в том виде, в каком хотел. И такие мужчины обычно продолжают свой поиск. То есть он будет искать ровно такую же, но с которой уже сможет остаться. Конечно, это не вы, начинающий свой жизненный путь. И астрологически здесь нет никаких пересечений. Ему, с одной стороны, девушка спокойная нужна, но вы же не спокойный человек. Очень нет. Вы на самом деле нервическая, вы легко возбудимая, вы психофизически даже просто другая. Конечно, не он. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идёт реклама вторая. Ну, а если у нас с тобой ничего не получится, я надеюсь, мы станем отличными друзьями. Спасибо. Спасибо. Как нам понравилось? Спасибо. Я думаю, ей не подходит, потому что ей нужен мужчина. А скажите мне, пожалуйста. Да. Понимание этого слова. Она таким не является. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Ну, давайте. Павел, 32 года. В прошлом сварщик, сейчас ведущий свадеб в Нижнем Новгороде. Играет на фортепиано и на гитаре, пишет музыку и пародирует звёзд. Признаётся, что в юности злоупотреблял алкоголем. Предупреждает, что он авантюрист. Павел жил год с 18-летней девушкой, но вскоре понял, что ей от него нужен только секс. Надеется, что Дарья оценит все его достоинства. Ну что, Паш, к нам в последнее время только свадебные ведущие ходят. Но чтобы бывший сварщик, да ещё и на фортепианах играют, ещё на гитаре, и поют и танцуют, ещё и пародируют звёзд. Такие этапы эволюционного развития. Слушай, мне кажется, он просто алкоголик. Вот сварщик и тамада это как-то прикрытие. Да нет, он великолепно выглядит, какой он алкоголик. Ну кого-нибудь вот прямо вот сходу. Папа, открываю глаза, клац, чтобы выдерживаю. Ну и там припевчик. Как бы тебе повезло, моей невесте. Я вас боюсь. Не надо меня бояться, хорошие. Спасибо. А это Муми Троль. И я Логутенко. Я всегда чувствую, что творческий, я хочу чего-то большего. Я на телевидении хочу. А вот ваш потолок, к чему стремитесь? Ну, свадьбы, свадьбами. Можно, конечно, и всю жизнь так пропитаться на чужих свадьбах, но... Вот к чему стремится Иван Ургант? Мы не знаем, мы не спрашиваем. Он уже пожинает. Он уже не знает. Он уже пожинает. А я стремлюсь к уровню Ивана Урганта. Так может быть, вы вовсе не за невестой пришли, а засветиться на Первом канале? Если бы я пришел засветиться на Первом канале, я пришел бы в программу «Минута славы». Но мне девушка нужна, я любви хочу, причем серьезных отношений. Хорошо, так а стой-то, которая вас донимала этим самым... Грязно причем. Везде и всегда. Не совсем грязно, порой это было очень мило. Порой это даже очень нравилось. Да что, там всегда это нравилось. А что же, расстались-то? Да ссорились постоянно. Абсолютно разные люди были. То есть я, творческий человек, какой-то вот импульсивный, там, вот, карактный. А им нужна была спокойная, равномеренная жизнь. Сексуальная, судя по всему. Может быть, да. По крайней мере, первое время. А какое у вас образование? У меня образование, вот, к сожалению, не похвастаюсь. Среднее специальное и начатое высшее. Но, когда я определился, что в этой жизни хочу работать вот именно в развлекательной сфере, я институт бросил. И поэтому вот... Вообще, это шикарная формулировка. Я слышала незаконченное высшее, но начатое высшее. Начатое высшее. Начатое высшее. Начатое, да. Сестра на вас с такой любовью смотрит. Наташа, родители, наверное, обожают. Вместе живете? Нет. Нет, сейчас мы живем не вместе. Мне скоро замуж уходить. Ой, как хорошо. Поздравляю вас. Спасибо. Жених есть уже, да? Да, конечно. Паш. Да, я тоже. А это так, вот... Паш, а если не случится подсидеть Урганта? Вот даже не случится подсидеть Розу Сибитову. Розу Сибитову? Да, чем займетесь? Но мне лестно после Урганта-то. Ну, пусть Роза Сибитова и Иван Урганн сидят на своих местах. Все-таки надо развиваться в своем городе. Я не лезу в Москву, понимаете? Вы здесь, я там. Но вы у себя в Нижнем Новгороде. Конечно. Они здесь начинают. Понимаете, если я брошу сейчас все в Нижнем Новгороде и перееду в Москву, мне придется нарабатывать всю клиентскую базу. Нормальный парень. Правильно, я тебе говорю. Тогда вообще классно. Тогда он не конкурент. Он понимает, что у него просто не получится. На нем смело. На Нижегородском эротическом телеканале. А у вас что вообще есть, чтобы к вам ехать? У меня? Квартиру, чтобы подготовить. У меня душа, Роза, у меня душа артиста. Нет, а куда приведете? Да, вот невеста, куда? Куда приведу? У вас что, Сибирь, Нижний Новгород? Дашенька, а куда бы тебе хотелось, солнышко? Вилла бы неплохо была бы. У вас там хорошие места, кстати. Ну, знаете что, Роза? Что? Я вам так скажу. Не всем быть в списке Форбс. Да. Так тогда заработайте сначала. А нравится Даша? Нравится. Стройненькая, миленькая девушка. И вот я тут обсуждал, да, уже вот с Натальей. Ни в коем случае не снимай брекеты. Это первое, потому что брекеты придают тебе вот изюминки. Это фишка твоя, понимаешь? И ни в коем случае там грудь не увеличивай. Это ужас будет. Оказывается сюрприз. Готовьтесь. Побыстрее, ладно? Да. Ой, Наталья, чувствую я, что вы замуж выйдете, а вот Паша... Так я и хочу, чтобы он побыстрее-то уже. Ой, а мне кажется, что ему совсем не дожить. Так он любит себя сейчас в этом состоянии. Танцует, поет, выступает, ведет вечеринки с корпоративом. В итоге никто, в принципе, по большому это счету. Готовься. Давайте посмотрим. Спасибо. 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 это больше на гитлера похож нет на гитлера Хорошо, что Мерфьюри не слышит. Да. Спасибо, Мерфьюри! Я вообще восхищаюсь людьми, которые способны так себя проявлять, да? Нет, если бы он просто работал, продолжал бы с варщиком работать в виде сюрприза, вам бы показал этот номер, с него был бы один спрос, а он этим зарабатывает. Тогда у меня много вопросов, в каких пельменных проходят эти свадьбы, понимаешь? Кстати, плохой пиар тоже пиар. Он очень приятное впечатление оказывает. Такое вот, с ним, наверное, очень весело дружить, приятно общаться. Это пока дети не висят на мамкиной сиське, понимаешь? Скорее всего, да. Он только рукой говорит, Паш, не уходи на свадьбу! Не уходи! Паша! А Паша с микрофоном! Ну, может быть, он просто еще не повзрослел до этого, не так думал. 32 года, девчонки. Ну, все просто. Я думаю, это уже приговор. Роза? А что, мужчина, ребенок, не повзрослеть никогда. Никогда. Но вы-то в няньке-то ему, как бы, и не набивались, и не годитесь даже, если набивались бы. Кто никогда не унизит, никогда не заставит вас страдать, делая пластические операции, вы будете всегда самые любимые. И найдет слова для утешения. Подожди, еще подожди, у нас все получится. Подожди, к маме не уезжай, детей не забирай. Подожди еще годок-другой, и будет вам к тому времени уже по 76 лет. Так что, дорогая моя, если готовы жить в радости, но в бедности, тогда Паша это ваш пассажир. Мне кажется, по поводу радости, о которой все говорят, я в больших сомнениях. Потому что, мне кажется, что Павел пришел сюда не с радостностью, а с таким продающим типом поведения. Конечно, половой гигант. Продающие поведения. Ну, если я такой, что я могу подделать с тобой? За 32 года одни единственные отношения, те с малолетней сексуальной маньячкой. Ну, о чем это может говорить нам? Зато как ярко. О том, что на самом деле настоящие истории до нас не дошли. Я предлагаю Даре встретиться с третьим женихом. Проходите. Дараша, здравствуй. Надеюсь, что сегодня я тебя порадую. Я тоже надеюсь. Дарашенко, ну, пока ты живешь одна. Долгими зимними вечерами, я уверен, что именно этот медведь будет согревать тебя. Он ее покупает, короче. Только у меня один вопрос возникает. Ведь на каждого большого медведя найдется медведь еще больше. Давайте на вас посмотрим. Дмитрий, 33 года. Бизнесмен в сфере инновационных технологий. Коллекционирует ретро-автомобили. Пишет эротический роман. Признается в том, что он недостаточно нежен. Обещает помогать жене по хозяйству. Дмитрию катастрофически не везет в любви. Одна возлюбленная отвергла предложение руки и сердца, другая изменила ему с его же другом. Надеется, что для Дарьи он станет единственным. Дмитрий, вы просто сутканы из противоречий. С одной стороны, вы говорите, что не умеете быть нежным. С другой стороны, пишете эротические романы. Они что, в стиле сада, что ли? Ей, в принципе, такие отношения подойдут. Да, я думаю, такие. Мне кажется, он сам ее выбрал. Вот вы хотите, чтобы женщина занимала... Нет, чтобы женщина была склонна к подчинению. А я понял, что у Даши как раз это выражено просто в полном объеме. Она вот похожа на ту женщину. Из того, что я слышала, она именно такая. Да. И вам это нравится? Признать себе эти качества, но это все равно, что разобраться в себе. Я про секс говорю. Что он нравится? Так руки за спиной, да? Это ваш стиль. Так вам это нравится или нет? Нет, ну хорошо, ладно, начнем с этого. Ты понимаешь, что Дмитрий у нас уже был на программе? Да, и мне просто лицо Дмитрия знакомо, я поэтому и спросила. Вы были у нас на программе? Девятый год. В качестве кого? В качестве жениха? Да. Ой, все ходит и ходит. И ничему не учатся. И ходит, и ходит. И что же за четыре с лишним года с вами случилось? У меня были прекрасные отношения. Романы начал писать? Роман начал писать, да. Шикарно. Может, историю одну написал, провозгласил себя писателем. А там что, практически указания что ли или чего? Ну, в ваших книгах. Что-то не поняла я. Для вас? Возможно, да. Яркое описание. Я же не знаю, что вы хотите там найти. Нет, так я не знаю, что пишете. А вам было бы любопытно почитать? Очень любопытно почитать, конечно. Комасутру интересно. Слушайте, знаете, бывает вот люди... Главное читать, когда кто-то рядом. Даша, послушайте. Бывают люди, которые очень эмоционально выражают себя именно в написании. Человек может даже не уметь разговаривать. Но пишет так, что ты читаешь, не можешь оторваться. А там инструкция есть? Подождите, я могу вам сказать следующее, что помимо определенного навыка, который просто у меня связан с теми видами профессиональной деятельности, которыми занималась эта политика и так далее, я обладаю также навыком и написания. То есть, если вы человек, который испытывает глубокие эмоции, прочитав что-то, я могу вам написать просто письмо, и вы поймете весь мой внутренний мир. Ой, да ладно, про внутренний мир неинтересно. А скажите, а там инструкция про вас, ну как у вас, как вот с вами надо там есть? Со мной я могу на двух словах объяснить. Ой, давайте. Подчинение. В одном даже. Типа я буду вашей пепельничей, что ли? А вы на меня курки будете сбрасывать? А ты, Роза, удивительное знакомство с темой проявляешь. Я вот такие подробности очень узнала. Даша, а вам вы согласитесь в следующих отношениях быть жертвой? Жертвы нет, но я имею в виду, я думаю, что речь идет, наверное, только о каком-то времени. Нет, вы знаете, это абсолютно не пугает. Глазки-то загорелись. Не знаю. Я скажу так, это просто подход. Не практиковала. Если ты это делаешь с точки зрения уважения, а не пепельницы, тогда это гармония. Одному человеку нужно подчиняться, другому нужно доминировать. В этом нет ничего плохого. Если Даша изначально свою историю рассказывает, что она не любила подчинение, в открытую заявляет, что должно быть подчинение, мне кажется, это с его стороны очень неправильный ход. И Даша, он никак не заваляет. Дмитрий, а почему пришли еще раз на «давай поженимся»? Я реализую любую возможность, которая предоставляет эта жизнь. Понимаете, если вы находитесь в положении, когда вы для себя понимаете, это цель. Жизнь дает вам возможность. Дарья, вам нравится? Если вы говорите... Дарья, мне нравится, да. Чем? Если вы... Она схожа по тем качествам, которые мне нужны. Подчинение. Мне только не нравится то, что она не работает. Не нравится? Нет. А как она вообще нужна? Восточная женщина вообще не работает. Если человек не работает, он останавливается в развитии. Я вообще согласна. Нужно чем-то заниматься. Да я не спорю с вами, это просто мое мнение. Почему? Женщина может заниматься... Вот, кстати, часто очень, мне кажется, мнение неправильное у мужчин, что женщина должна работать. И если она сидит дома, значит, все нормально. То есть вы говорите, я сижу дома, и вот я договариваюсь с тобой, а ты мне платишь деньги. И вы считаете, что это современно? Нет, я не говорю. Я не говорю, что я должна сидеть дома. А зачем вы опять хотите в зависимость? Вы уже были в этой зависимости. Я не сказала, что я хочу быть в зависимости. Я говорю, что это неправильное рассуждение о том, что женщина, не работая, не может себя как-то реализовывать в других областях этой жизни. Я не так сказал. Ну или, как вы сказали... Не может себя развивать. Но Дмитрий тоже хороший. Он хочет, чтобы женщина и подчинялась, и одновременно была довольно самостоятельной, чтобы себя обеспечивать. Но подчинялась при этом. А ты не думаешь, что он Дашу сможет как-то... даже будет подчинять своей воле? Да ну, у нее первый парень был, я не привыкать. Тиран у нее уже был. Опыт общения с тиранами есть. Пожалуйста, если хочет, пусть выбирает его. Дмитрий, вы себя хорошо знаете? Вы знаете, я стремлю себя познать. Хорошо, не хорошо, это вопрос... Потому что просто не хотелось бы, если у вас все сложится с Дарьей, но мне не хотелось бы ей пожелать каких-то неожиданностей с вашей стороны, потому что потом вам написания эротических романов будет мало, вы станете порнографом, ну как-то не хочется вот этой грязи. А почему вы именно такую перспективу видите? Нет, поэтому я говорю, вы хорошо себя знаете, вы обещаете, что этим не займетесь. Что порнографом не стану? Да, что сейчас потуркуете как-то, да? Да, конечно. Да, прекрасно, показывайте сюрприз. Дорогая Даша, я тебе желаю в этом подарке, чтобы ты встретила того мужчину, который в жизни подарит тебе те ощущения, которые испытывала героиня произведения Алла и Баруса, которая ждала своего принца Ассоль. Чтобы твои три заветных желания из сказки «Три орешка» сбылись, только, конечно же, выбирай эти желания. Если ты испытаешь эмоции того мужчины, своего мужчины, которые описаны вот в современном, в одном из современных произведений эротического жанра, ты четко понимала, где ставить границы. Ну это как-то пошло в правильном понимании слова, надеюсь, ты понимаешь. Все, ваше время и стекло, господа, спасибо за подарки еще раз. Спасибо большое. Вы знаете скоро, кого Даша выбрала. Какая комната вставит? Не очень понятный персонаж. А вы что скажете? Дмитрий произвел хорошее впечатление. Мне понравилось, что он умный, чувствуется, что мужчина умный. Конечно, у всех есть свои тараканы в голове, но он очень умный мужчина, и это радует. Красиво разговаривал Дима, все абсолютно право. Почему вас так задел вопрос, что женщина должна работать? Ну, так скажем, мне кажется, это неправильное мнение, что я спокойно себя чувствую дома. Абсолютно спокойно. Все мужчины, которых я знаю, мои знакомые, которые меня окружают, либо имеют работающих жен, подруг, либо в корне не согласны с вашей позицией. Никому не нужна бездельница, поверьте. Понравился тебе жених Роза? Ну, конечно, немножко такой мутный. Дмитрий, что-то все как-то полонамеками, все в теории, неизвестно, что до практики дойдет, не дойдет. Сейчас он тут понаобещает, что всякого такого, а потом, извини, и 10% не увидишь у него. Но такой симпатичненький. Надеюсь, что все в материальном плане, все как есть. Надо будет справку 2 НФДЛ попросить у него. Ну, это, конечно, была такая бравада со стороны Дмитрия. Я так подозреваю, что он прошел через ряд комплексов каких-то, неудач, каких-то проблем. И сегодня вот он себе сам придумал, что если я буду озвучивать все, что у меня на уме, может быть, ему кажется, что это вот такая свобода, что это такая смелость? Не знаю. Ну, всякие-всякие разные люди есть. Но то, что вы на него отреагировали, на единственного, я это тоже заметила. О, Дмитрия. Юпитер, восходящий в знаке Девы в соединении с Марсом. Он любит представлять себя в качестве учителя. Он ждет вообще реакции толпы на него, окружающих на него, как на такого своеобразного гуру. Вот так. Какого комплекса гуру? Комплекс гуру. За эти 4 года, я помню его, помню образно, помню плохо, естественно. Но мне кажется, он был другим. За эти 4 года в нем вот этого комплекса гуру стало гораздо больше. Он более уверен в себе, он жестче учит окружающих. И мне кажется, что для мужчины, которые собираются жениться, это неплохо. Вот это самая появившаяся уверенность в себе. Если вы готовы видеть рядом не ментора, а может быть такого учителя вечного, который будет вас перебивать на полусловие, как он это тут делал, на все иметь свою точку зрения, абсолютно непоколебимую, с которой вы никогда не сможете спорить. Если вы готовы к этому вперед, но мне кажется, что это будет повторение вашей старой истории. Я бы сказал, повторение, мать учения. Очень скоро мы узнаем, кого из трех женихов выберет наша невеста. Не пропустите. Девочки, ну есть хотя бы один из претендентов, достойные руки вашей подруги? Я думаю, что какое бы непротиворечивое мнение сложилось о Дмитрии, но, наверное, с ним стоит попробовать. Спасибо. Что вы скажете? Я поддержу мнение подруги. Скорее всего, с ним можно попробовать. Конечно, будем пробовать с Димоном. С кем же еще? С Фредди Меркури, что ли? Даша? Ну, свой выбор я уже сделала, и надеюсь, он окажется хорошим. Да, я тоже надеюсь, что этот выбор будет правильным, и что вы, наконец-то, освободились от себя самой прежней для того, чтобы зажить счастливо. Но, может быть, я ошибаюсь. Глаза у вас сгорели на Дмитрия, я это заметила. Я не думаю, это будет правильным решением или нет. Но модель взаимоотношений продолжится. Потому что вы, наверное, по природе есть такой женский психотип – жертва. Вам нравится, вы получаете от этого удовольствие. Поэтому, если к Дмитрию пойдете, то очень скоро поймете, что все в вашей жизни повторяется. Поверьте мне. Я не увидела здесь ни одного из мужчин, с кем бы вы были счастливы. Роза? Женщина беспокоится о своем будущем, пока замуж не вышла. Правда, мужчины наоборот. Они беспокоятся начинают, когда уже женились. Ну, там уже и поздно, собственно говоря, бывает. Ну, все в руках, как говорит сама женщина. Поэтому из всех троих только Дима быстро женится. А там уже, как Бог даст, все в твоих руках. Я должна согласиться с Ларисой, как бы мне не хотелось вас тоже просватать или пристроить к кому-то, я должна сказать, что сегодня вашего героя здесь не было. Не было того водно-воздушного, легкого, мягкого, приятного, коммуникабельного и готового с вами на равных обсуждать вопрос, который вам по-настоящему нужен. Я не могу никого рекомендовать. Ну, слушайте свое сердце. Оно наверняка вас не обманет. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4151. Фарби, 40 лет, номер 3011. Менеджер живет в Мадриде, ходит в спортзал, слушает классическую музыку. Мечтает приобрести дом на побережье. Ищет равновешенную леди с чувством юмора, которая согласится переехать к нему в солнечную Испанию. Евгения, 20 лет, номер 3012. По образованию психолог. Работает ведущей в ночных клубах. Занимается танцами и конным спортом. Любит смотреть кино и кататься на коньках. Мечтает встретить кореглазого брюнета, который покажет ей весь мир. Мы не знаем, выйдет Дарья одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите и давайте ее поддержим. Спасибо. Здравствуй, дорогая. Я считаю, самое главное, не надо никого слушать, она слушает свое сердце, что ты и сделала. Поэтому ты здесь, но в рамках этой передачи мы выбрали друг друга. Я очень рада. Сегодня у нас есть пара Дарья и Дмитрий. Для вас поет Бьянка. Если меня только ты, и я не отступлю. Если только ты знал, что я уже люблю. Без сомнения ты моя, и это навсегда. Дай на руку, и я счастливым сделаю тебя. Я себя ругаю сзади по каждый день. И температура в голове у дуры. По дворам московским собираю я. По осколкам плоским воспоминания. По осколкам плоским воспоминания. Забери мое сердце, спрячь на береги. А если не сумеешь, прошу его сожги. Устанная белая, туман в наших руках. И молча не смело, сделала свое дело. Если меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Без сомнения ты моя, и это навсегда. Дай на руку, и я счастливым сделаю тебя. Счастливым сделаю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А червякофобии нет у вас? Я бы его разжевала хорошо. Была бы я помоложе, я прямо сказала. Пацан, давай поцелуемся. Валидула у вас нет. К концу передачи. Расстрелился. Женитесь на мне, я экстремалка. Я думаю, здесь грань должна проходить четко. У вас есть все шансы стать счастливым. Малыш, надо было с этого начинать.